Всем привет, друзья! С вами я, Эдскрайбер, и у нас сегодня сравнение двух самых, наверное, популярных телефонов на данный момент, по моему мнению. Это Redmi Note 7 и Xiaomi Mi 9 SE. Давайте сравним их лоп-лоп, хотя сразу скажу, что это два абсолютно разных телефона. Но все-таки мне кажется, что вот именно Xiaomi Mi 9 SE является хорошей или правильной альтернативой Redmi Note 7. Почему? Давайте сейчас посмотрим, сравним, и вначале мы начнем с комплектации. Комплектация Redmi Note 7, блок зарядки на 5 Вольт 2 Ампера, кабель USB-USB-C, мануальчик, скрепка и чехол силиконовый прозрачный, что в принципе правильно в отношении синего телефона. Xiaomi Mi 9 SE, блок зарядки Quick Charge 3.0, сразу же, прилично. Переходник с USB-C на миниджек, также шнур USB-C, USB-C, мануальчик, скрепка и чехол темного цвета почему-то. Ну, не знаю почему, в синем телефоне должен быть черный цвет. В общем, здесь, друзья, по комплектации достается плюс Xiaomi Mi 9 SE. Почему? Потому что в комплекте сразу идет зарядка Quick Charge 3.0. А следующий пункт, это время жизни батареи, друзья. Я поставил на 45 минут таймер, то есть на данный момент вы видите, что приблизительно 15 минут уже истекло. Мы будем тестировать эти телефоны, прогонять их через тестеры, через что-то другое, смотреть видео и все такое. То есть в течение 45 минут мы нагрузим эти телефоны, ну, можно сказать так, по полной. Друзья, также не забывайте про телеграм-канал со скидками, купонами и так далее. Кстати, два этих телефона там тоже находятся, и на них отличные ценники, отличные купоны есть с большими-большими скидками. Поэтому проходите по ссылке, подписывайтесь. А пока мы переходим к третьему сравнению, это начинка, да, то есть железо. В Redmi Note 7, всем вам знакомый, 660 Snapdragon плюс видеоускоритель Adreno 512 и плюс 4 гигабайта оперативной памяти типа LPDDR4X. В Antutu он убивает приблизительно 143 тысячи баллов. И Mi 9 SE, 712 Snapdragon плюс видеоускоритель Adreno 616 и 6 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4X. И в Antutu он убивает приблизительно 178 тысяч баллов. Отметим, что эти два разных, можно сказать, процессора, да. То есть один уже устаревает, 712 это самый такой новый, популярный, один из самых таких дешевых и правильных процессоров. И 712 построен по 10-нанометровому техпроцессору, 660 по 14-нанометровому техпроцессору. То есть, можно сказать, это два разных уровня и здесь точно победа остается за Xiaomi Mi 9 SE. Следующее сравнение это экраны. Redmi Note 7 это IPS матрица 6,3 дюйма. Xiaomi Mi 9 SE это Super AMOLED 5,97 дюйма. По яркости проверим. На минимальной яркости у Redmi Note 7 остается еще такая видимость. На Xiaomi Mi 9 SE минималка, прям вообще минималка. И на максимальной яркости, друзья, это просто вот большущая-большущая разница. Когда вы смотрите, допустим, днем при солнечном свете на улице, то Redmi Note 7 просто гаснет. Экран становится более тусклым. На Mi 9 SE остается контрастность, четкость и очень хорошо видно при ярком свете. Ну, если честно, друзья, Super AMOLED здесь в этом отношении рулит. С Mi 9 SE немножко схитрил. Да, я установил темную тему и по прошествии времени она должна сэкономить немножечко батарею. Но есть один момент. Если вы в темноте смотрите на минимальной яркости AMOLED экран, то ваши глазки, в принципе, быстро устанут. Потому что там действительно какой-то есть шим. У Redmi Note 7 такой проблемы нет. Но в целом, как бы, конечно, экран Mi 9 SE гораздо круче, зачетнее. Тут вопросов вообще нет никаких. Следующее сравнение по звуку. Здесь один динамик в одном и в другом случае. Я беру одну и ту же композицию, потому что сравнивая разные телефоны, все-таки можно видеть определенного рода нюансы. Но если честно, друзья, то звучит Redmi Note 7 по сравнению с Mi 9 SE так себе. Mi 9 SE просто другой уровень по звуку. Он более чистый, четкий, он более объемный. Тут нет басов как и в том, так и в другом случае. Но Mi 9 SE похож вот именно на музыку, да? То есть, что звучит какая-то музыка. Note 7 тоже справляется неплохо для своей ценовой категории. До Mi 9 SE он, конечно, вообще не дотягивается. Поэтому очередной плюс здесь достает SE. Шестое сравнение это сканер отпечатков пальцев. Redmi Note 7, всем знакомый сканер отпечатков пальцев. Просто супер-супер быстрый, супер шустрый. Почти что никогда не бывает ложных срабатываний. То есть, всегда он срабатывает с первого раза и все великолепно в нем работает. Mi 9 SE сканер подэкранный. Это новая разработка, еще не до конца допиленная. Но здесь она, в принципе, работает неплохо. Но, конечно, по сравнению с Redmi Note 7, она уступает по скорости примерно в 2 или в 3 раза, если не больше. Поэтому здесь однозначный плюс достается Redmi Note 7, наконец-то. Следующий момент это дизайн. Дизайн, конечно, я всегда говорю, что эта штука очень субъективная. Потому что одним нравится одно, другим нравится другое. Но, в принципе, Redmi Note 7 за свою цену сделан очень даже неплохо. Но Mi 9 SE все-таки это другой класс. Конечно, может быть, это не совсем такое честное сравнение. Mi 9 SE он гораздо круче по дизайну. Задняя крышка переливается просто невероятными какими-то цветами. Если говорить об экране, о передней части, то капелька, она более эргономично красиво проработана. На ней такие более мягкие изгибы. Сами рамки сверху и снизу, конечно, гораздо меньше. Их вообще, по сути, почти что нет. В сравнении с Redmi Note 7. Но и задняя крышка, если тоже сказать, то, конечно, Mi 9 SE он гораздо-гораздо красивее. Хотя, друзья, я вот непредвзято сужу, потому что Redmi Note 7 это мой телефон. Да, Mi 9 SE, друзья, это не мой телефон. Поэтому я очень хочу, чтобы Redmi тоже где-то побеждал. Но просто я не могу говорить по-другому. Тут реально по дизайну, но это совершенно два разных телефона, друзья. Поэтому плюс достается Mi 9 SE. Следующий это модули связи. Модули связи LTE в Redmi Note 7. Все отлично, все бенды есть, все работает без проблем. Wi-Fi здесь прием и раздача на 5 Гц тоже отлично. GPS присутствует. NFC, друзья, здесь нет. Xiaomi Mi 9 SE LTE тоже работает без проблем. Все нужные бенды присутствуют. Wi-Fi также 5 Гц прием-раздача. GPS есть и NFC тоже есть. И, конечно, здесь тоже плюс достается Mi 9 SE, друзья. Ничего не могу с этим поделать, потому что действительно здесь полный набор. Вообще, друзья, видео получается такое, ну, типа я извиняюсь за Redmi Note 7. Девятый пункт это порты. Здесь в одном и в другом случае USB Type-C, то есть новый порт, отлично, хороший, великолепно, хорошо работающий. Зарядка в первом случае 5 Вольт, 2 Ампер. У Mi 9 SE сразу же в стоке идет Quick Charge 3.0, то есть не надо ее докупать. О сим-лоткам. В Redmi Note 7 можно установить либо две наносимки, либо наносимку плюс microSD. В Mi 9 SE вы можете установить только две наносимки. MicroSD вы сюда не установите. То есть если вы купили на 64, это и будет 64 всю жизнь. И в первом случае есть миниджек, во втором случае миниджека нет. И здесь, конечно, плюс достается Redmi Note 7, потому что здесь гораздо больше фишек. Следующая фото возможности каждого телефона. В Redmi Note 7, ну, заявленная 48-мегапиксельная камера. Ну и мы знаем, что здесь обычная 12-мегапиксельная камера. В Mi 9 SE настоящая 48-мегапиксельная камера. Ну и давайте обратим внимание на снимки. Тестер для линза Redmi Note 7 увеличиваем. Обратим внимание, что четвертый ряд виден, но уже немножко он так замыливается. Пятого ряда, понятное дело, что здесь вообще не видно нигде, ни в каком месте, да. Идем к краю линзы. И обращаем внимание, что детализация немножко падает, да, контрастность падает. Но это нормальное явление для этой линзы. Следующая фотография Mi 9 SE увеличиваем. Ну и, конечно, в плане детализации Mi 9 SE, ну, просто удело. Да, обратите внимание, виден пятый ряд в этом месте, в этом месте увеличим, да, здесь, 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 здесь и так далее. В плане детализации Mi 9 SE, конечно, гораздо-гораздо круче. Идем к краю линзы. Здесь детализация пропадает, да, немножко, но в целом нормальная такая ситуация. Следующая фотография на цветокоррекцию Redmi Note 7. Да, вот таким образом. Здесь фокус немножко куда-то мимо ушел. Но таким образом он снимает, да. Обратите внимание, Mi 9 SE. Вот такого рода цветокоррекция. То есть, у Redmi Note 7 немного поярче цвета, да. Следующая фотография тоже показывает. Вот Redmi Note 7, да, цвета и Mi 9 SE. То есть, немного более блеклые такие цвета. Но в плане детализации, обратите внимание, Mi 9 SE, да, и Redmi Note 7. То есть, ну, гораздо хуже детализация. Следующая фотография сделана в темноте. Redmi Note 7, как мы знаем, уже очень хорошо справляется в темноте, да. Детальки видны, но обратите внимание, сколько шумов. Да, сколько шумов на этой фотографии. Mi 9 SE, деталей гораздо меньше, но обратите на качество фотографии. Шумов гораздо меньше, да, более качественная фотография получается. Здесь, конечно, однозначным победителем является Mi 9 SE. Это просто суперская камера за свои деньги. Мне кажется, друзья, за 20-ку это самый-самый лучший камерафон. Далее видео возможности этого телефона. Давайте посмотрим примеры видео на тот и другой телефон. Мы тоже снимаем Full HD качестве на основную камеру Redmi Note 7. Звук тоже пишем непосредственно на камеру. Обратите внимание на стабилизацию. Тоже немножко так потряс своей рукой, да. То есть, у меня рука немножко дрожит. И, ну, в принципе, неплохая стабильная картинка. Сейчас пишем непосредственно Mi 9 SE. Тоже Full HD качестве. Стабилизация включена. Звук тоже пишем непосредственно на камеру. Обратите внимание на стабилизацию Тоже немножко подрагиваем рукой И смотрите, как она снимает В принципе, и та и та камера мне нравится Хорошо, великолепно снимает Но у 9SE есть еще фишки Допустим, Fish Eye Сейчас я записываю непосредственно на рыбий глаз То есть самый широкий угол Обратите внимание, ну прикольно, что есть такая опция Такой доступ И это реально очень-очень классно Да, хочется отметить, что Mi 9SE в стоке снимает сразу же в 4к Но здесь, так скажем, разница между тем и другим видео не такая большая Хотя Mi 9SE, конечно, снимает лучше Но все-таки Redmi Note 7 прям совсем как-то жалко, если честно, в этом сравнении Поэтому в видео возможностях, ну так скажем, плюс туда и сюда поставим Потому что Redmi Note 7 за свою цену снимает ну прям тоже очень-очень даже ок А далее фронталка Давайте посмотрим примеры фото и видео на фронтальную камеру Обратите внимание, Redmi Note 7 Увеличиваем для своей ценовой категории Redmi Note 7 снимает очень даже ничего и очень даже окей В принципе, неплохая детализация есть, да Немножко здесь такое мыло получается Но в целом, в целом это очень и очень достойная фронтальная камера Mi 9SE, конечно, это совсем другой уровень, да В плане детализации, в плане цветопередачи И та, и та фронтальная камера справляется очень даже неплохо Но Mi 9SE, конечно, это совсем другой уровень Сейчас посмотрим примеры видео на фронтальную камеру Пишем на Redmi Note 7 в сравнении с Mi 9SE, тоже Full HD качестве Обратите внимание тоже на стабилизацию, звук И в том и в том случае мы пишем непосредственно на сам телефон Чтобы вы могли оценить, да, качество звука и качество записи звука А так пишет видео фронтальная камера Mi 9SE, звук тоже непосредственно пишем на камеру Обратите внимание на стабилизацию, да Он напишет, мне фронталка здесь тоже понравилась, в принципе такая зачетная Ну и здесь, друзья, тоже однозначно, да, фото и видео на фронтальную камеру Гораздо лучше у Mi 9SE Да, пока мы тестируем, подошло время, да, которое мы выделили 45 минут, даже немножко больше прошло 50 минут Первый и второй телефон были заряжены на 100% При максимальной яркости за 50 минут Redmi Note 7 сел на 15% А Mi 9SE, те же самые параметры, те же самые показатели За 50 минут сел тоже на 15% Обратите внимание, хотя батарея на Redmi Note 7 почти что на 1000 мА больше Это, ну, понятно, что здесь новый процессор Это новые нанометры, 10 нанометров Плюс AMOLED-экран Смотрите, делать какую историю, да То есть, по сути, батарея меньше, но тратится на почти что так же Но, если честно, друзья, тестирую два этих телефона Я тоже по батарее разницы не заметил И один и другой садятся, по сути, одинаково Поэтому здесь плюс и Redmi Note 7 и Mi 9SE Тринадцатый пункт, это эргономика Эргономика очень важная вещь, особенно в наш потребительский век Redmi Note 7 в руке лежит, ну, так скажем, не совсем удобно Это, ну, это всегда ощущалось с самого первого раза И смотрите, я делаю свайп слева, и у меня не всегда они срабатывают То есть, мне нужно руку как-то переставить и так далее То есть, экран большой, иногда я не дотягиваюсь Если честно, друзья, на Redmi Note 7 я стал пользоваться не всегда жестами Иногда я включаю кнопки, потому что реально кнопки удобнее Они внизу, и до них всегда удобно дотянуться Mi 9SE в руке, друзья, лежит просто как влитой Потому что, ну, вообще, он просто малютка и очень удобен Дотягиваться очень удобно до иконок Жесты работают без ложных срабатываний То есть, я никогда не заморачиваюсь там, чтобы дотянуться и так далее То есть, очень-очень удобно, он лежит в руке Mi 9 SE это один из самых, наверное, лучших вообще на рынке эргономичных телефонов За свою цену Я не знаю, может ли вообще быть лучше за эту цену И последний пункт, друзья, это цена По сути, один из самых-самых таких основных пунктов Redmi Note 7 версия 4.64 у официальных дилеров стоит около 16 тысяч рублей Это приблизительно 260 плюс-минус долларов На Алиэкспрессе вы можете купить его за 12 тысяч рублей Это меньше 200 долларов Там плюс-минус тоже цена скачет, но, в принципе, ценник у него даже очень ок Mi 9 SE у официальных дилеров 6.64 стоит 27 тысяч рублей То есть, это больше 400 долларов На Алиэкспрессе можно взять его за 20 тысяч рублей Или 310 долларов Здесь, конечно, однозначно плюс достается Redmi Note 7 Друзья, если у вас нет двадцатки То Redmi Note 7 это, наверное, оптимальнейший просто вариант для покупки Итак, в конце считаем плюсы У Redmi Note 7 мы насчитали 6 плюсов в некоторых категориях И Mi 9 SE, смотрите, сколько этих плюсов Если честно, даже с первого раза не посчитал 11 плюсов Конечно, здесь доминирует абсолютно Mi 9 SE почти что в два раза Если честно, друзья, сравнивая два этих телефонов Я понимаю, что Mi 9 SE это абсолютно другой уровень Друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу С вами был я, Эдскрайбер Обязательно подписывайтесь на этот канал Не забывайте про колокольчик Пишите любой комментарий Все это поддержит канал Делайте репост этого видео Всем хорошего настроения Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok